Поехали. Про кого это будет сказка? Про слоненка или котенка Борю? Про Джарахова. Сразу видно, будущий писатель. Начинаем сказку про Джарахова. Это мальчик по имени Джарах. У него было три сестры, Катя, Маша и Даша. Однажды он гулял в лесу с мамой. Что делал мальчик, когда заблудился? Пошел искать дорогу или пошел домой? Переобулся. Мальчик потерялся и не знал, куда идти. Вдруг он услышал, что кто-то поет, а я иду уут. И мальчик пошел на голос. Кто вышел навстречу мальчику, волк или медведь? Моргенштерн. А навстречу ему шел странный человек. У незнакомца была длинная борода, а в руках он держал большой бубен. Незнакомец приветливо улыбнулся мальчику и сказал, Здравствуй, малыш. Ты заблудился? Да. Что предложил сделать незнакомец? Хуйна! Я думаю, для нашей сказки это не очень подходит. Бля, ну ладно. Давай попробуем еще раз. Давай, давай. Что предложил сделать незнакомец? Пойти с ним или вернуться домой? Подсосаться. Это же Моргенштерн, блядь, с этим. Тогда давай я тебя немного провожу, и ты скажешь маме, где живешь. Идет мальчик за незнакомцем и вдруг видит, впереди речка течет. А через речку мост деревянный перекинут. Ух, как интересно все складывается. Хочешь продолжим придумывать или отправить текст сказки на телефон? Давай, давай, продолжим. На самом интересном, блядь. Извини, я не смогла продолжить. Почему? В твоя очередь, что случилось дальше? Они поехали в Дубай. Они поехали в Дубай. И там, когда приехали в город, мальчик увидел магазин радиотоваров. Рядом с магазином стояла девочка и разговаривала с продавцом. Мальчик подошел к девочке и услышал, как она говорит. Мне нужен приемник. Что случилось дальше? Теперь ты расскажи. Джарахов ей говорит. Ты видела мои дирхамы? Мне говорит. Продавец сказал. Подожди минутку. Я сейчас проверю, работает ли он. Девочка отошла куда-то и вскоре вернулась с приемником в руке. С приемником, блядь. Лоу. Девочка приемник. Что еще раз? Девочка передала приемник мальчику и сказала. Вот этот приемник я хочу подарить тебе. Он тебе обязательно понравится. Мальчик взял приемник, поблагодарил девочку и пошел дальше. Получилось прямо как в книжке. Хочешь продолжим придумывать или отправить текст сказки на телефон? Да, дальше, дальше, еще, блядь. На самом интересном, блядь. Извини, не очень тебя поняла. Хочешь продолжим придумывать или отправить текст? Да, хочу, да, 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 хочу, да. Прости, не услышала. Давай сохраним. Как назовем нашу... Да, 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 я хочу, да, да. Дальше, дальше. Дальше звучит отлично. Отправила тебе сказку. Да придурочная, блядь, дальше. Открой его, пожалуйста. Если снова захочешь придумать сказку, скажи, Алиса, сочини сказку. Ну мне ничего не пришло, ты меня разводишь, блядь, что ли? Отпеть, иди ты нахуй, блядь, сука. Я, говорит, ничего не слышу, блядь. Да она меня развела, блядь, открой телефон. Ну я открыл, тут ничего нету, блядь. Пиздунья, блядь, пиздунья. Фуфлыжница. Алиса, можно к тебе обращаться, как фуфлыжница, блядь? Простите, не расслышала вашего имени. Я говорю... Тварь, блядь. Я говорю, к тебе можно, можно тебя... Алиса, можно тебя называть... Да, ёпта, Алиса. Алиса, можно тебя называть фуфлыжница? Начать знакомство нужно из приложения Дом с Алисой. Отправила ссылку на телефон... Да иди ты нахуй своим телефоном, блядь. Ничего мне не приходит, блядь. Бездарная, блядь. Боже мой, нахуй. Довела, блядь, на туре, блядь. Ну такие, вот такие женщины сейчас пошли. Ничего сказать не могу, блядь.